И власти отреагировали, как пишут, потому что времена были такие. Я была листована в снимках как раз. Я иду о листовом. Это они снимки, которые и так же сумели сохранить. Из этой книги, эта книга, ключ как бы к основным книгам. Как мы все начинали. Допустим, я начальник детского лагеря, 40 лет. Сегодня говорят, сырцы разум называют, беспризонные. В домах, в которых безотцовшина КПРФ, там Зюганов, они публикуют цифру 21 миллиона. Можно верить, оспаривать, но очень много детей брошено. Я, ну, денег нет, у меня ничего нет. Но я основал лагерь, по милости Божьей. Не один, братья, все. Ну, первый толщок был дан. И далее, 40 лет, я бессменный начальник, 40 лет. Тысячи детей, не рублят государства. Понимаете, этот вопрос решается в один год. Но придется многим пожертвовать самому. В первую очередь, отречься от самого себя, от своих прихотей. С детьми я провел 24 часа, я от них не выходил. И изменения в детях такие, что об этом стало известно через интернет очень далеко. Даже прилетела директор Кесловского института из Гондона. Профессора психологии. Как в течение месяца ребенок меняется? Вот наркоман, родители моего купили наушники и батарею приковывали. Он из дома все вынес. Проходит месяц в лагере, родители его знать не могут. Мы отвечаем труд и молитву, молитву это могут. Мы стоим рано, 5 часов, начинаем работать, Ливон их искупается. Он должен все знать. У меня ребятишки за год узнают, не за год, а за летнее время. Больше, чем он в школе учился. Я задаю вопрос простой. Магнитик у всех, кто изобрел Магнитик у него? Ну, поднимите. Ну, как ни странно, я не знаю. У меня дети знают Мартин Купер. А ты его научили, да? Кто он такой? Они это знают. Теперь дети, какой же Мартин был хороший, а как он переживал, когда не получалось. И он это сделал для нас. А мы его не знаем. Давайте помолимся за него, какой он хороший. В ребенка надо вложить чувство благодарности, что он еще не родился в мир, а все уже подготовлено для него было. Он другими глазами будет смотреть, не просто окна ходить, бить и писать, пакости всякие. Но для этого надо слишком много отдать. Вот в России погибло 17 тысяч сел. Погибли навсегда. Я повторяю, что от КПРФ, ладно, я не КПРФ, я просто беру данные оттуда. Нина Данилова, депутат. Она говорит, это не потеря в реестре населенного клуба, это потеря земли государственной. Там никого нет, земля пустовать не будет, он уже и китайцы, и мусульмане, и кто угодно. И мы взяли определенный участок земли, получили статус образованного православной деревни, где нельзя лгать, пить, курить, материться, вырабатывать, не говорят об облакордах. Это совершенно другая жизнь. Государственная школа построена, государственная. Но учителя все верующие. Это все отображено в клибах. Книги, они, как я называю, кто считает их, они не просто, говорят, уникальны. Уникальны, то есть безряда вон находящихся, они просто в одном числе, и мы шире. Вот одна из них. У вас, может быть, газете есть труды Александра Мения, священника убитого. Да, да, есть. Это мои частные беседочки. Их нигде в мире нет. Вот мы сидим дома, с ним беседуем, но очень важный вопрос. Это был эрудит самого высокого класса. Это энциклопедист. Даже в России, я не знаю, кого можно было с ним сравнить. Это все в одной книге. А что вы проверите, это все на нашем сайте. Там в аудио мы сидим и беседуем. Нужны ли эти книги? Вот все равно спрашивают, как можно их дать. Не сдать невозможно. Слух, прощите. Спасибо. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколову Борису Александровичу, президенту объединенной химической компании «Щикин» «Щикиназов». То есть очень большие люди, миллиардеры, так скажем. Алтай, Сбербанк, генеральные директоры, кому попадают в руки книги, они помогают. Книги эти должны иметь доступ к людям. Они имеют оживляющее свойство. В свое время я вот отбывал в пяти тюрьмах, я показал в том, где. Я знаю жизнь заключенных, о чем он думает. И поэтому, работая в тюрьме, в лагере, я нахожу доступ к этим сердцам. Эти люди выходят, у них совершенно другая жизнь. Нормальная жизнь, устроена в церкви, после этого работают. Но для этого я должен был сам пройти круги ада этого, как называют. На себе все это испытать. Поэтому в книгах вот это все я отображаю. Вот этот новый завет, я не знаю, кто как из вас верит. Это на основании православных святых отцов толкования. За 2000 лет впервые вышло полное толкование всего нового завета по святым отцам. За 2000 лет. И кроме того, здесь 240 иллюстраций Густава Даре, это мы сами раскрасили, полный лист. Вот эти три книги, вот это вот является ключом к остальным четыре. Они постны в подарок. И видели в библиотеке Патриарху Кириллу, Путину и Медведеву. Ну и многим архивеем. Вот эти вот книги. Остальные это только по библиотекам. Когда стали у меня выходить книги, я провел за компьютером 300 тысяч часов примерно за 8 лет. Даже вообразить невозможно. Я сам набор делал, там написано, компьютерной версткой сам занимался, даже в фотошопе. А в 62 года мне показали в 21-м году, как вилку включать в компьютер. Это для молодежи, что... Ну, никогда не опускайте руки. Если в этом возрасте я искалеченный, если Бог открывает, тебе-то он 10 раз больше Бог даст. Ты такой герой молодой. И чего вы так? Занимайтесь настоящим делом. У нас в лагере везде висит воздух. Россия должна встать. Россия это мы. И спрашивает, какой вам прок от этого? 95 примерно процентов книг я отдаю в библиотеке. Это примерно так, 160, может быть, тебя в библиотеку уже получили. Это центральная, я дал, вот, откопирует Парламентская библиотека, Новосибирская, областная, и мы заканчиваем районные все. По некоторым книгам хотелось сказать, вот, допустим, у вас есть мусульмане, да и вы сами хотите узнать, все-таки мусульманство наступает очень крепко везде. Вот здесь разобрано Коран по сурам и аятам, это главные стихи, в сравнении с библией. Это мой труд, больше его нигде нету. Он просто мой труд. И 1300 лет, что о них было сказано, политическими деятелями, литераторами, поэтами писателями, все здесь, 1300 лет. То есть это огромнейший материал энциклопедии. Вот одна книга есть, о которой я уже всем говорю, ее на руки журналистам выдавать нельзя, ее сразу сметают в один день. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной теме. Когда скажут, что это православный прополитик, у людей понятие такое, я учусь только молиться. А я еще даже ни разу не скажу про молитву. Здесь абсолютно все, политика, экономика, социология, здесь я отвечаю на 4124 вопроса. На основании библии. Сегодня директор там, как это называется? Ость Тарка. Да. Вот она говорит, а как вы пришли к этому, с детства ли, и как? Это молитва, Бог открывает. Вот любой вопрос, который мне задают, я в пяти университетах вел занятия, очень много. Программа регулярная будет, а то есть я говорю, и в течение месяца... Извините, пожалуйста, ваше образование, образование ваше. Я потом скажу. Вот. Допустим, в течение месяца я отвечаю на вопросы по поэтам. На каждый вопрос 6 поэтов, за 300 лет, которые были. Но это 20 тысяч файлов, я должен все время прокручивать здесь. Без ильгения в Тушенко, это основной материал от него у меня. То есть в целом виде, где кому дойти. Поэты, многие неизвестные. Вот. Эту книгу журналистам просто не советуют давать. Они ее в дверях даже выносят, и говорят, что стоимостью он 10 отдан. Поэты эти выглядят совсем по-другому, как привыкли. Конкретно, по тематике, и он выступал. И оказывается, у него особый был стиль подхода к этому. И старство наступает через столетие между какими-то обаэтами. По тематике. Допустим, восстановление крепкой православной семьи. Вот. Я положу на эту сторону. Или участие их в революции. Вот я вам показываю, что спрашивают иногда, а кто благословил? У нас на это тоже ответ есть. Вот посмотрите. Это благословение от Иерии. Я дал снять, потому что мы в некоторых садках дали, но и везде снять целую папку, где получится. Здесь для библиотек, я не знаю, у вас есть или нет, маленький такой, посмотрите, пожалуйста, креточек. Если нет, то просто желательно отпечатать, крупно и повесить. То есть библиотеки, высшие учебные заведения университета. Это Дмитрий Лихачев пишет. Там на же администрацию надо повесить. То есть обрыв тысячелетней духовной связи, это черевато с самыми пагубными последствиями. У меня бывает так, что в лимботеке едва дышит. Я даже иду в администрацию, где бываю, и начинаю там говорить, и они сразу дают человеку, представитель, чтобы пришел, посмотрел. Вот, это библиотеки. Вот. Ну, вот это у меня отдельная книга, это как беседа с разными септантами. Бактисты, администы. Почему мы прочитаем Божью Матерь, почему у нас храмы, священства, септант православный. Никаких нападок, просто их учения, они отвечают, задают вопрос и отвечают. Это отдельный пункт. Все книги сшиты, все на все этой бумаге. Ну, а остальное библиотекарям что говорят? Они видят. Если я посылаю их президенту страны, патриарху, то ясно дело, что они на позор. Их библиотеки, и у них, видите, как они изданы. Они подарочные, с закладками специально сделаны. Вот. Эти книги, три вот эти. Вот даже две тысячи экземпляров всего. Стоимость. Издательства заворачивания за миллион. Сегодня ничего нельзя издать. Бумагу издают, готовят в Китаре. Вот и все. Нас уже учат, будь здоров. Лес наш закупают, наши серьезные комбинаты закрыты. И где мы едем по трассе, мы от Байкала до Москвы. Везде шанявые красивые ребята работают. А где наши? Везде штукатуют. А здесь были где-то в Венгер, или где-то там. Ремонтируют библиотеку, тоже эти самые красавцы. Еще в библиотеке наши обучают, что они туда обзор обращают. Они работают. И нам в многом нужно поучить, и не поносить, а здесь именно о том мире. Как нам быть в мире с мусульманами? Какая возможность есть взять доброе от евреев? И молиться о них. И все остальное. Вот отдельно, это 23-й до 4-й. Это три тома об евреях. Это 3600 лет, что было сказано. Разбирается их Талмуд, 12 Талмуд. Человек, считающий это, другими глазами начинает смотреть. У нас в стране никого нет лишних. У нас слишком мало осталось. А некоторые, как так называемые патриоты сегодня, все еще подбивают кого-то там с кимхедой, кто-то лишний, кто-то... Это просто безумие. Мне нравятся слова Путина. Он говорит, что единая Россия. Великая Россия. Единая, то есть со всеми. Мы всем должны показать на Христа. Я в эту веру 50 лет назад, сознательно, после армии. Я принял Христа, что Луна за меня пролил свою кровь. И я понял, что я себе не принадлежу. Я жить должен для Бога. И вот в этом прошла жизнь. И что Господь позволил создать. В местах книг, примерно на 95-м, жертвами в библиотеке. Мы очень спешим. Если вопросы какие есть, задайте вопросы. Нам нужно бумагу написать, название библиотеки Город возле Сибирской области. Шаршифровку и подпись, печать и все. И мы хозяева, которые я в папку положу бумагу. Я поближе наклоняюсь, может что-то спасать хотите? Работа громадная, сейчас просто все не выкинусь. Знаете, ребята, вот молодые, я с военкоматами знаком. Вот у них библиотеки сегодня такая, откосить от армии называется. То есть не пойти. В наше время было не так. Если меня в армию не взяли, это означает, что я бракованный какой-то. На меня девчата будут смотреть по-другому. Мы любыми путями, чтобы только меня взяли в армию, и показать, что у меня есть какой-то физический недостаток. Ну я в мартфоте служил, ну просто здоровый был отличный. Я все к ним говорю. Если у тебя шанс сегодня переменить жизнь во Христе, ты начни для Бога трудиться. Не только для себя. Ну один ты сегодня день пропустил, два, кажется, она и прошла. Вот у вас какой-то вопрос есть. Вы откройте. Вот это вот, третий дом, это воспитание воспитателей. Это 40 лет я начальник лагеря, не есть что сказать. За 40 лет ни одного поврежденного ребенка, ни одного отравления, ни одного повреждения. А он государственный, по 6 человек томат одновременно. Ну да, это лазовство море. Мы не просто говорим, а вот работа. Вот конкретно я преподаю университетов, это все бесплатно. Добавляем. Все это делаем бесплатно. Ни копейки за 40 лет я нигде не получал. Ну не считаю, что я там сам работаю. И когда задают вопрос, когда я сдавал там 10 магнитофонов, как это можно купить? Я строитель, прорабам не давали уже работать мастером. Поэтому я знаю все прощие специальности. Я был пищником 40 лет. Нас верующие все никуда не запускали. Науководящие нельзя. Я учился на штурме в мореходном училище. Добился разрешения сдать 3 курса за год по английски, немецки или французски. А Господь мне указал любой путь. Ты пойдешь в мореходном. Ты будешь внести мое лицо. Я в этом нашел свое счастье. Я сегодня уже говорил. Как узнавать счастливого человека? Черешевский говорит. Чем большее в уществу людей тебе приносит счастье, тем ты счастливый. Спасибо, Господи. Так. Вопросы? Ваше образование. В образовании. Да, интересно. Я вам сказал, я заканчивал вторичную технику. Это профессиональный момент. Учился на штурме. Закончить не дали. А остальное все самостоятельно. То есть самообразование, да? Я учился столько, как считают сегодня, примерно 10 университетов. 50 лет я непрерывно учился. И учился так, что сегодня приходят академики, профессора, и между собой беседуют. Вот какое впечатление? Мне кажется, я вообще не учился. Видите, в летном училище, там одни полковники, все академию окончившие. Я там веду занятия. И вот как-то пришел, регулярно веду занятия, 450 курсанток, молодые, крепкие ребята, летуны в будущем будут. И он, наверное, тут артисты были из Москвы. Да, они уже рассмотрелись, уже слушать не будут. Это огонь идет. Я говорю, маленько-то, а то урок-то пропущен будет. Ну, 5 минут, а то сейчас обед будет. Я начал говорить. Проходит час, обед уже остывает в летном. Он приходит, обедает, ребята, отстаньте. Два часа они не смыкают, вас сидят. После артиста, и чтобы молодой человек служил два часа, извините, это практически невозможно. Это делает Бог. Один из них дальше делается в первую очередь. Дальнейших не знаем. Начальник приезжает к нам, не 150 километров от города Баргарова, в Айрек. Приезжает туда, посмотрит, как это. Да не русский, а копят. Поэтому, когда говорят, учиться, 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 прикисывают ленин, это не так. Это от Ломоносова. Его когда спрашивают, какая ваша самая большая страсть была, он говорит, учиться. Притом, учиться везде. Вот здесь вот, примерно, это 300 поэтов только России, и примерно 200 поэтов, которые просто вкрапленные, зарубежные поэты. Я практически всех знал. Я мог рассказывать стихотворения около 6 часов. Разных поэтов, разных стихотворений. И здесь же, в моих, 3467 стихов. Лично моих? А? Вон, в той книге, первой. Стихи, у меня все по 9 куплетов, почти все. И все они имеют, так называется, метод экстраполяции, переноса событийного и с того времени на сегодняшний день. Это первое, второе, конкретно каждому человеку. И человек, который слушает или читает, он как будто сам в этом участвует. Это нельзя просто так. Есть одно из стихотворений, если бы я их еще задержу чуть-чуть. Я там пишу о себе. За мной водятся дуи, бешеные саулы. А меня преследователи. Они разведали, что я ем я мед акриды, а штаб-квартира имбран в Барнаул. Я с Моисеем на своей горшине в последний раз лежу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой свет выюхивает у густов реки. Моя погоня гнались до упадок. Я отошел, не достигая бара. Прощай, земля, азарт, зато награда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить лежу. Со златоустом путь житей пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть смертный счастье отошел. Меня уже никто не пройдет. Или вот я на корабле, у нас кораблекрушение, мы тонем. И последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперкнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей укончиной, Других я улег за собой. Ты всегда должен помнить, что эта жизнь временное мгновение, И уже мы на той стороне. А что там у меня? Я берусь. Есть ад и рай. В аду я уже не хочу быть. Потому что отголоски ада я испытал здесь. И когда говорят, у вас много врагов, у меня нет врагов ни одного. А они враждают, но не я. Если я много благодарю за врагов, то враг хотел пораживать. Я просто теряю каких-то друзей, вот если не поступают так. Однажды был я на приеме у прокурора края, Это генерал-лейтенант. И тут помощник уходит, воронил Владимир Павлович. А тут все прокуроры сидят. Он говорит, о, кто пришел к нам? Да вы знаете. А кто знает? Никто не знает. Да это и начинает меня представлять. Знаете, мы его уже, он его все и взяли. Я его сажал как раз. И когда он горнулся, я спросил, наверное, проклинайте нас и дети. Я говорю, нет, ведь мы все время молимся за вас. Он убил меня, говорит. Понимаете? Любовь, она превозмогает всякую злобу. И когда люди начинают зреться, кричать, ведь это от того, что перестали наслышать друг друга. И Сидор Пилосиот, такой Сидор Пилосиот, он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Поэтому многие болеют. Я в жизни еще ни одна шарбетки не съел. А зачем? Да не болеешь, я не болею. То есть, что болит, это естественное старение организма. Зачем считать заболезненно? Это нормально, когда не болело, и все, не болит. 74-й год все-таки. У меня три голубятня с ребятишками ношусь туда на велосипеде. Я где-то застрял там на 20-летнем возрасте. И все, не могу оттуда выторопаться. Человек определяет возраст своей востребованностью. Нужен ты или нет. Другой уже 20 лет, гонишь, уже в петлю полез. Он не нужен. У нас каждый день спрессован. Я остаюсь только потому, что люди собрались. Ну, приехали. Вчера мы были, назвали уже, там, Вербер, окажется, такое село там. И директора нет, а юноша какой-то был. Ну, такого же возраста. Я прохожу мимо и вижу российский флаг. А что назначается? Ну, флаг. Понимаете? Ответа нет. Да вы не знаете даже, что это флаг лучший в мире за всю историю человечества. И это я вам докажу в течение пяти минут. Это флаг вненациональный. Он может быть у хиргизов, он может быть у русских. Он нерелигиозный, он может быть у мусульман. Там этот флаг, ну, без пятийцами это, гуглавый. Это он может быть тысячи лет назад, две тысячи лет назад. И после нас будут жить люди. Этот флаг не теряет своего смысла. Почему? Он земной и духовный. Если в Америке штаты, они указаны, а тут это земной. На земле все и кончится. Англия там волнистая, там владычица морей. На земле небесного ничего нет. Наш флаг земной и небесный. Я обращался на шторм, на все флаги мира знаю. Кроме тех государств, которые в Африке не имеют выхода к морю. Ну, их и кораблей нету. Хотите знать? Возначение наше флага. Первое. Вы не соглашаетесь? Ну, прослушайте. Первое. Красная полоса. Они даже переворачивались. Вот, словом сказать, когда первый раз на спадской башне повесили. А Борис Николаевич еще утром встал, глянул, а он знал. А-у-у-у-у, мать, заругался. Ребята, да какая же нога? Борис Николаевич, вчера все перепели, говорит, никто ничего не видел или не знает. Ну, сейчас пойдем перевесить. Нам-то разницы нет. Красная там внизу. Это земля, политая кровью. В крови человек рождается. Ни одна женщина без крови не рождает. И человек умирает, расставаясь жизнью. Кровь. Это поэт Мицкевич в польске, он говорил. От коры до центра земля пропитана кровью. Вот это вот, это касается мусульман всех. Все одинаково рождаются. Это две тысячи лет и сегодня. С этим нельзя не согласиться. Кровь. Кровь сопутствует всю жизнь человека. И с этим он умирает. Смерть это кровь. Согласили. Второе. Всем хочется лучшего. Небесного. Хочется как-то духовно мыслить, оторваться. Синее небо, вторая полоса. Меня так манит. Знаешь, вот там мой Спаситель Христос. Все о том мире бесследно калит. В небе не будет мести и угроз. Помышляйте о горьем. И мусульмане думают о них. И буддисты, и даже коммунисты, что-то духовное пытаются выжить из себя. Уж совсем бездуховные материалисты. И то говорят о духовном, о душе, о психологии. А психо это душа, психия. А третье, это откровение 20 глава 4 стих. Наступил страшный суд. И видел я великий белый престол. И сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. Это последний суд. Как Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике Разрада. Вот три полосы. А в суд Божий верят и древние египтяне, и богу-раб. Тоже они верили, что это общий суд. К слову сказать, во всех мировых религиях есть только три пункта совершенно одинаковые. Знаете, какие? Первое. Все абсолютно верят, что был потом. Какая бы религия ни была на земле, до и после нас, все верят в это. Ну, а неделя там, это Нил разлился, ну, на корабле мой. В Библии написано об этом. Второе. Все имеют семидневную неделю. Глухонемые показывают. Все абсолютно на нации, все религии на земле. Откуда это? А вот, смотрите, Багамские острова, там, Флориды. Разные люди. Некоторые сегодня только находят, где-то в Амазоне живут. И у всех семидневная неделя. И север третья. Что будет суд после смерти за все отвечать. Я видел столько несправедливости, когда приходилось судить. Я реабилитировал. И говорят, а можно ли, вот, ну, избежать как-то это. Над судьями есть еще, там, другие надзорные суды. Можно. Нужно ставить только верующих. Пусть это будет христианин, баптист, православный, мусульманин, буддист, на что бы он верил, что за неправый суд, на то все эти придется отвечать. У меня ответ есть. Если человек это не верит, он берет взятку. У нас провели опрос в юридическом, в юридическом академии. Ну, я не знаю, сколько курсов там. Ну, говорит, многих опросили. Ну, вот вы будете получать какой-то оклад. И вам привозят взятку. Взятку превышает примерно в 100 раз оклад. Вы как? И что вы думаете, почти 90% студентов, они еще никто. И они ответили, готовы взять. Ну, конечно, и гарантия, что я не попадусь. Значит, придется расстаться с тем, что получал. Вот и все. Верующий никогда не пойдет на это. Потому что Бог мой, Он запрещает думать плохо. У людей как? Ну, уже нет, жена в свою камелировку пошла. А у Бога не так. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, с пожеланием, хорошо быть одному, уже при любодействии сердце своем. Это роман «Воскресенье» «Льва толстого пикорта» взятого. Если больше хотим знать в этом вопросе, мужчина-женщина, лучше «Креслево сонаты», я личное произведение не знаю. Когда экранизировали, там Олег Киньковский играет. «Креслево сонаты». Обязательно, ну, в YouTube зайдите, найдете. Он играет абсолютно бесподобно. «Креслево сонаты». Там вы все найдете. Вопросы? Так, мы очень спешим. Мы благодарны, что вы остались. Спасибо вам, что я за книги. Нам было очень приятно, потому что не так часто к нам заезжают люди подобного плана, можно так сказать. Поэтому мы с благодарностью. Ну, вы видите, что книги сделаны очень хорошо. На все эти бумаги, все сшитые. Ну, и понятно. В каждой этой книге 64 страницы на голове бумаги, цветные фотографии. Притом, это все взято из жизни. Мы не где-то берем конкретно. Вот мы начали, делаем, начали, показываем. И вы можете. И вы это можете. Ну, три ступени. Отверг на себя. Возьми креслево за мной. Креслево. То есть, благодаря Богу за здоровье, за все. Не ропщи. Болеют от чего? Люди говорят от нервных стрессов. В первую очередь, не злись никогда, голубушка. Не злись. Попробуй. Даша, не завидуй. Не завидуй. Никогда не завидуй. Не обижайся. Не ревнуй. Вот четыре хотя бы не возьмите, и у вас здоровье сразу будет другое. Никогда. Злишься, а что изменится? Ничего. Ты, написано, врага накормил голоден, и сделаешь его другое. Это все в книгах здесь отображено. Спасибо большое. Храни вас Господь. Мы хотели попросить, куда мы едем-то? Баган какой-то. Баган это реально. А Баган это вот сейчас надо испоить. Это вот прямо посоветовать. Мы позвонили на дом, она что с печаль взяла, и на дом завезем.